Приветствую вас, дорогие друзья, и сегодня мы с вами обсудим мои косметические фавориты весны 24 года. Могу сказать, что тут есть что обсудить, много классных находок, которые я обнаружила за эту весну. Кстати, обратите внимание на мой маникюр, это недавняя новиночка Масуры, лак Длинная Ночь, магнитный, очень красивый. Я накрасила в два слоя, он довольно-таки глянцевый, его родной финиш, но я наносила еще топ от Масуры, короче говоря, классный, я в восторге. Я заказывала его на Яндекс.Маркете вместе с лаком Золотой листопад, кстати, вот посмотрите, как он во флакончике магнитится. У меня это магнит МОФ, инди-бренда лакового, классно выглядит, и лак Золотой листопад. Посмотрите, какая прелесть, просто прелесть. Я ссылочки оставлю в описании на Яндекс.Маркет. Я там брала эти лаки вместе с новинками косметики, обзоры на них были недавно, так что посмотрите. Чего я зря тут все заказываю на Яндекс.Маркете, хожу постоянно в этот пункт выдачи, забираю, снимаю. Чего вы не смотрите, ссылочки в описании и на все эти продукты, и на мои предыдущие видео. Или сами полистайте вкладочку. Так что лаки классные. Ну, листопадом я еще не красила, но посмотрите вблизи, какой он крутой. Ну и Длинная ночь, конечно, просто прелестнейший лак. В два слоя лег довольно-таки плотно. И вот этот магнитный блик играет. Красотища. Вообще Масуров в последнее время радует своими новинками. Прям так и хочет догнать инди-бренды. Ну, а теперь к фаворитам косметики. Очень много у меня фаворитов тональных. Это Vivienne Sabo Coverture. Это Divash SkinCult. Это Influence Beauty Solaris. Естественно, тональный, который я уже показывала. Это Soda Iconic Longwear. Просто его обожаю. У него покрытие добротное и среднее. Выглядит на лице шикарно. Кстати, некоторые зрители мне писали, что по моей рекомендации уже купили этот тональный. И им очень понравился. Ну, кто-то, конечно, писал, что не в восторге от него. Но тут все зависит, конечно, от состояния кожи, от типа кожи. Ну, я пользовалась им в разное состояние кожи. И каждый раз он меня радовал. На самом деле, я когда тестирую тональные, я всегда проверяю их с разными пудрами. Ну, конечно, вы наверняка это знаете, но вдруг не знаете, я скажу. Если вам какой-то тональный вдруг не понравился, попробуйте его с другой пудрой. Потому что иногда пудра и тональный могут не подружиться. И пудра может испортить тональный. Иногда возьмешь одну пудру, нанесешь ее поверх тонального и выглядит лицо так ужасно. Возьмешь другую и думаешь, как так? Как будто другой тональный на лице. Так что обратите внимание, тональный ковертюр Vivienne Sabo. У меня оттенок 0,1. У некоторых зрителей он очень сильно окислялся. На мне окисления не было. На мне он выглядит достаточно светлым оттенком. Это плотный тональный с матовым финишем, но который, по крайней мере, на мне маской не выглядит. Очень мне понравился. Когда хочется матового, плотного тонального, вот ковертюр прям будет супер. Диваж просто меня удивил. Скинкалт с влажненьким финишем, плотным покрытием. Шикарно выглядит на лице. Солярис от Influence Beauty. У меня оттенок 0,2 Light. Вот недавно на днях был обзор. SPF 25. Плотное покрытие, влажный финиш. Но тут, конечно, все зависит от пудры. Насколько влажным будет финиш на лице. Если пудра будет сияющая, сатиновая, то можно добиться и блинчика жирного на лице. Если пудра такая реально матовая, то будет выглядеть, естественно, слегка влажноватым. Короче, классный тональный. Прям вот мои фаворитики. Вот этот совсем недавних. Это фаворит уже, наверное, месяца три. Этот тональный. Прям обожаю его. Просто роскошные пудры. Вышли у Luxe Visage. Был у меня тоже обзор. Обязательно посмотрите там поподробнее. Единственный момент. У пудры Blur HD чуть темноватый оттенок. А у Forever Matte более светлый и универсальный. Но обе классные. Мельчайший помол. Просто в плане помола и как они вуально ложатся. Это реальные аналоги люкса. Это пудра HD Blur со светоотражающим эффектом. Но она выглядит скорее с такой легкой сатиновой. И вот эта Forever Matte матирующая. Но не наглухо матирующая. Обе блюрят поры. Кожа шикарно выглядит. Просто их обожаю. Это классные аналоги люкса. Роскошные бюджетные пудры. Из последних румяшек, которые я пробовала, это Сергей Наумов в оттенке Under Control. Это оттенок, который такие румяшки. Наполовину скульптор, наполовину бронзер. Классный, красивый оттенок. Выглядит очень натурально. Слегка создает такую тень на скулах. Да, ну как бы и румяна, и скульптор в одном. Естественно, натурально выглядит. Прям классно. Но единственный минус стоит дорого. Из более бюджетного и нового, что я пробовала за последнее время, это Evelyn One The Match. Палетка для контуринга. Здесь светоотражающая пудра, румяшки, хайлайтер и бронзер. У меня эта палетка в 01 оттенке. Также был недавно обзор. И в принципе, это классная бюджетная палетка. Больше всего меня удивила здесь пудра, потому что она классно выглаживает лицо. Делает такой сияющий эффект. Блюрит поры. Здесь хороший оттенок, освежающий румяшек. Ну, стандартный такой хайлайтер. Неплохой бронзер с желтоватым потоном. Так что вполне можно отнести к фаворитам. Это вот из последнего. Потому что остальные всякие румяшки и хайлайтеры, это все старинки, которые я сто раз уже вам показывала. Эти палетки от Soda. Поэтому покажу вам, Evelyn, что-то более новенькое. Также очень удивил меня хайлайтер от Bernovich. Reflection в 01 оттенке. Прохладный хайлайтер с таким синелетовым шиммером. Очень классно выглядит. Реально такой прохладный у него шиммер. И выглядит он не белым жемчужным, а именно такой перелив сине-фиолетовый имеет. Очень красивый. Кстати, камера его больше выбеливает. А в жизни он реально имеет больше сине-фиолетовый отлив. Клевый, недорогой хайлайтер. Немножечко отвлечемся от фаворитов весны. Мне тут прислали на обзор Alex Skin свою новую сыворотку. Я уже на канале как-то рассказывала про этот бренд. Это российский бренд уходовой косметики. Цены, конечно, у них не бюджетные. Около 2000. Ну, иногда на скидках можно подешевле купить. Мне очень нравится их маска утренняя. Раньше они были в таких кубиках ярких. Теперь они привели к таким однообразным белым упаковкам. К сожалению, мне так эти кубики нравились. Так вот, оранжевую маску я хвалила и в телеграм-канале, и на ютубе. А теперь мне прислали вот такую сыворочку. Она называется Peptid Serum. И что нам обещают? Разгладить, вернуть эластичность, снять отеки, увлажнить, защитить. Смягчить, напитать и т.д. и т.п. Здесь объем 30 мл. В принципе, стандартный. Кстати, сыворотка, на удивление, довольно густая. Когда я увидела, что она прозрачная, я подумала, скорее всего, она будет такая легенькая, совсем жидкая. Нет, она оказалась густая. Прям аналог таких хороших, дорогих корейских сывороток. Конечно, здесь в составе и пептиды, и всякие разные экстракты. Но что по действию? Я ее уже протестировала. Мне понравилось. Она мне очень сильно напомнила одну из моих любимых сывороток APLB, которая с глютатионом и неоцинамидом. Линейка липоглюта. Ну, соответственно, они различаются и по текстуре, ну, состав, естественно, различается. Но вот эффект очень показался похожим. Кожа становится такой бархатной, увлажненной, очень гладкой. Мне кажется, сыворотка эта пептидная хорошо подойдет для кожи нормальной и для жирной. Ну, для сухой не знаю. У меня сейчас кожа склонна к жирности. Мне понравилось. Не утяжеляют кожу. Слегка поры сужают. Не могу сказать, что прям все. Поры у меня супер сузились. Слегка поры сужают. Кожа увлажненная, гладкая. Насчет какого-то эффекта антивозрастного ничего сказать не могу. Ну, лицо в тонусе. Сыворотка приятная. Если вас заинтересовало, то ссылочку я оставлю. Можно купить на Wildberries. Alex Skin официально продается на Wildberries. В целом неплохо. Что касается теней, то, конечно, первое, что меня поразило, это Ашера. Я безумно рада тому, что у меня появилось огромное количество оттенков. Я, конечно, сейчас выбрала вам парочку показать, потому что видели вы, да? Я вам показывала в Телеграм, какое количество у меня сейчас пигментов Ашера. Это их голографик Дикие джунгли. Нереально красивый. Просто у Ашеры потрясающие голографики. Вы только полюбуйтесь на эту прелесть. Конечно, в жизни он голографит и сияет гораздо ярче. Это моя камера. Как обычно, вредничает. Не хочет показать истинную красоту этих теней. Очень классный оттенок также у Ашеры «Роковая женщина». Это бордово-коричневый оттенок с таким ярким зеленым шиммером. Нереально красивый и завораживающий. А самое главное, необычный оттенок. Просто обожаемый мной оттенок сандал. Это роскошный зеленый с таким шиммером ярким травянисто-зеленоватым. Ну, просто прелесть. Просто прелестный зеленый оттенок. И все любители зеленых оттенков обязаны иметь в коллекции эту красоту. Конечно, на камере он выглядит не так красиво, как в жизни. Я даже не знаю, как ухитриться передать вам эту красоту. Но вот под таким углом как-то он на камере ярко сверкает. Но в жизни это нереальное сияние. Это просто супер. Ну, в общем, я тут выложила много всего. Но я, наверное, все не смогу вам показать эти оттенки, которые даже я выложила. Это будет слишком много. Здесь у меня оттенок балерина. Это нежный, сверкучий, светлый оттенок с ярким тепло-розовым шиммером. Очень классный. У меня был с ним макияж. У Ашера эксклюзивно в ВК и в Телеграм он есть. Очень классный, светлый оттенок. Также классные тенюшки у Набио. Очень мне понравилось. Они мне присылали на обзор. Это их оттенок Квазар. Также был у меня в обзоре. Я показывала все свотчи. Сейчас свотчить не буду. Еще у меня есть два оттенка на данный момент их тенюшек. Тоже классные, качественные тени. Мелко помолотые. Бренд только развивается. Конечно, у Ашера сейчас намного больше теней. И вышло много новинок. Но обратите внимание на все эти бренды. Из помад. Что меня удивило из помад, так это Инфлюенс Бьюти Иридиум. У меня в оттенке 06. Это обалденного качества глянцевая помада, которая является довольно стойкой. На удивление. Я подробно рассказывала о ней в обзоре. Поэтому сейчас просто вас заинтересую. Обзорчик вы посмотрите обязательно с новинками Инфлюенс Бьюти. Там и эта помада, и тональный их Солярис. И с тушей у меня любимчики. Это Люкс Визаж Фан Вольюм. Которая наконец-таки с нормальным ограничителем. Который не заляпывает все вокруг. Также показывала вам эти туши от Сода. Это их тушь под названием Экстра Скини. Супер-супер тоненькой щеточкой. Делает классные реснички. Ну, конечно, не настолько классные, как Фан Вольюм. Но более такие аккуратные. И Топ Страйкер Маскара тоже делает классные реснички. Ну, по крайней мере, у меня. Попробовала я много за весну разных карандашей для бровей. Карандаш супер-мега дешевый Лароса. Прям удивил меня этот Лароса карандаш. Купила его за 180, наверное, рублей на Вайлберис. Оттенок у меня какой? LP-120. И, знаете, неплохая стойкость. Он у меня, кстати, уже закончился. Представляете, я его даже закончила. Оттенок нормальный. Не красный, не рыжий. Конечно, камера его сейчас, мне кажется, краснит. Он в жизни попрохладнее будет. Израсходовала, как видите, практически до конца. А, вот оттенок 124. И очень даже неплохой карандаш. Чуток подороже карандаш Рилуи в 0,3 оттенке. Он, конечно, позиционирует себя как супер тонкий. Но по факту даже карандаш Лароса потоньше будет. Конечно, когда я рисую на руке, он кажется тоньше. Но когда я рисую брови, он рисует почему-то не настолько тонко. Тут важно изловчиться, какой стороной. Но сам факт, видите, по оттенку они похожи. Темно-коричневые оттенки. Но Рилуи в 2 раза дороже. Он 300 с лишним стоит. И классная новиночка. Люкс Визаж Брависсим. Вот, пожалуй, из всех этих трех. Брависсим от Люкс Визаж мне понравился больше всего. У меня оттенок 314 темно-коричневый. Все эти карандаши автоматические. Я уже много лет пользуюсь... Ой, сломала. Пользуюсь только автоматическими карандашами. Как видите, он тоненько очень рисует. Оттенок у него такой натуральный темно-коричневый. И уже на камеру я вижу, что все они более теплые, чем в жизни. На самом деле они намного холодней. Самый темный оттенок у Лароса. Эти чуть-чуть посветлее. Так что вот такие вот фаворитики весны у меня. Есть из чего выбрать. Есть к чему вам присмотреться. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Как обычно, если вам нечего сказать, поставьте мне сердечку. И до новых встреч. Пока-пока.